Приветствую коллеги, это Т.Геоаналитика и СМИЯ, Артур Идиатурин. Экономика США создала больше рабочих мест в июле, чем ожидалось. Об этом нам сообщил Департамент труда, соответствующий отчет он выпустил в пятницу. Это был большой репресс, потому что ряд альтернативных метрик, о которых мы говорили, это некоторые высокочастотные индикаторы по потребительским расходам и по изменению числа опубликованных вакансий, а также отчет от частного агентства EDP, который показал там рост рабочих мест вроде как в 167 тысяч всего лишь. Значит, они как бы увеличивали вот эти показатели риска негативного отклонения, это не произошло. И, соответственно, даже значение показателя в 1 миллион 700 тысяч рабочих мест, да, как вот рост, получается, рабочих мест за июль, это, по идее, было сильным отклонением от ожиданий. Значит, отчет ощутимо повлиял на позиции доллара, сделав сейчас тему консолидации основной, консолидации уровня 92.50-94, мы говорим об индексе доллара, но в корне ситуацию это не меняет, так как ФРС четко дала нам понять, что в сентябре намечаются большие изменения в политике, в монетарном курсе, какие-то громкие заявления будут сделаны. Врат ли как бы один отчет за июль что-то сможет изменить. В понедельник, как мы видим, у нас доллар пытается вот здесь развить импульс, который вот с прошлой пятницы задел, ну, на этот импульс перевелся еще в прошлую пятницу. Вот здесь у нас вот эта свеча как раз-таки, она показывает, какова была у нас реакция на выход отчета. После этого, как мы видим, в понедельник продолжается развитие обычного импульса. Целится индекс на верхнюю границу текущего диапазона, на уровень 94, и, как ожидается, перед выходом розничных продаж, выходных намеченных на 14 августа, будет, скорее всего, совершена попытка протестировать этот важный уровень, линию поддержки, попытаться выйти за рамки диапазона. Но, как я уже сказал, планы ФРС дают основания полагать, что медвежий тренд пока по доллару остается в силе. Значит, смотря на конкретные цифры, смотря на то, что нам показал отчет, рост рабочих мест, как я не состоял, 1 миллион 763 тысячи, чуть больше получается прогноза. Беззаработка у нас также продолжила снижаться. И вот, что интересно, очень сильный рост оплаты труда у нас произошел, который может отдать основания, таки полагать, что это привлечет внимание ФРС. Оплата труда является одним из основных показателей, по которым ФРС измеряет. Оплата труда у нас является, грубо говоря, прекурсором потребительской инфляции. Если мы видим сильные изменения в оплате труда, можно полагать, что это впоследствии отразится на инфляции. Но важно иметь в виду, что во время этого кризиса много работников, низкоквалифицированных, они подверглись увольнениям. Сейчас, следовательно, их доля в общей численности занятости, она ниже получается. И так как у нас изменились пропорции, получается, между высококвалифицированными работниками и низкоквалифицированными работниками в общей численности, получается, занятых, то оценка в оплате труда, как изменяется оплата труда, как она растет, эта оценка смещена вверх. Смотря на детали того, как каждый отдельный сектор прибавлял рабочие места, следует также заметить, подчеркнуть, что услуги, гостиничный бизнес, развлекательные заведения, они у нас показали наибольший рост, в лучшем темпе они у нас выросли, 592 тысячи рабочих мест. То есть мы сейчас видим рост рабочих мест преимущественно в тех секторах, где эксплуатируется низкоквалифицированный труд. Несмотря на снижение официального уровня безработицы до уровня 10,2%, у нас есть Атлант в лице государства, который продолжает держать армию потребителей, вот эти нам данные, конечно, не показывают, продолжает держать, именно продолжает делать выплаты потребителям, от которых и зависят потребительские расходы, получается, и на чем держится экономика. Здесь это в отчете не видно, но вот если мы как бы заглянем в отчет по пособиям по безработице, у нас каждую неделю выходят вот эти данные, да, там и первичные заявки на пособия по безработице, и длительные заявки на пособия по безработице. Так вот отчет от 6 августа, если мы перейдем на четвертую страничку, получается, вот здесь мы можем видеть общую численность людей, которые по всем программам получают у нас какие-то выплаты, да, вот связанные с безработицей. А вот у нас официальный показатель, да, вот безработица, те безработные, которые у нас включаются в официальный показатель в уровень 10,2%. Вот, получается, эти безработные, да, 16 миллионов 691 тысячи примерно. Рост у нас произошел, но это вот на июль, получается, на 18 июля. Но, если мы посмотрим на вторую крупную категорию тех, кто получает эти выплаты, то вот выплаты по пандемической программе у нас получают, получается, около 13 миллионов человек. В совокупности, общее число всех заявителей, да, которые получают пособие у нас 31 миллион. То есть, получается, официальный показатель у нас, ну, грубо говоря, 17 миллионов, а всего число заявителей, число тех, кто получает, ну, различные пособия безработицы, у нас составляет 31 миллион человек, получается, даже чуть больше. И, получается, что вот этот официальный показатель у нас очень сильно занижает реальное число безработных, как раз таки потому, что есть у нас другие категории безработных, да, которые вот сейчас появились, получается, в этот кризис. Они у нас получают особые выплаты, вот такие пандемические их назвали. Число этих людей стоят еще 13 миллионов, и, естественно, это принижает значение официального показателя безработицы в 10,2%. Как бы ничего это нам не говорит, поэтому сейчас на него не обращают внимания, как раз таки вот, потому что резко возросла важность показателя заявителей, которые получают все пособия безработицы всех типов. Также нужно учитывать, что вроде бы появилась новость, что Трамп у нас подписал исполнительный такой указ о выплате, о продлении выплат пособий уже размера в 400 долларов в месяц. Это, конечно, выше, чем вот эти скудные 200 долларов, но они такие высокие, как 600 долларов, да. 400 долларов в неделю, но это всего лишь исполнительный указ. Сейчас под это как бы средство не выделяется в связи с того, как бы найдут ли штаты отдельные средства, смогут ли сформировать под это бюджет, да. Это как бы не гарантирует эти выплаты, а всего лишь, ну, повышает, вроде бы повышает шанс на то, что, возможно, некоторые штаты смогут это организовать. Вот, но поэтому мы не видим никакой реакции, как мы видим, на вот эту новость, которая появилась на выходных, что Трамп вроде подписал исполнительный указ о пособиях, ну, вот здесь особо мы никакой реакции не видим, у нас фондовые индексы не сильно изменили, соответственно, фьючерсы на ИСП500 также у нас, ну, слабую реакцию можно видеть. Получается, вот, как раз-таки потому, что ничего не гарантирует этот исполнительный указ, такая вот у нас небольшая реакция. Вот. А основной новостью, конечно, у нас будет же являться то, как, к чему придут республиканцы и демократы в плане вот новой фискальной сделки. И если мы обратим внимание на вот это число безработных, на огромное количество, да, и на динамику прироста рабочих мест, то вот можно сделать такой вывод, что вот такая вот позитивная динамика, она позволит, как бы, республиканцам и демократам вот растянуть вот это перетягивание каната именно в обсуждении новой фискальной сделки. То есть, вот, вроде бы, это позитивный отчет, да, который говорит о восстановлении экономики, но это вот позволяет, получается, политическим силам, да, в США продолжать вот эту неопределенность, по-моему, к чему же они придут. Если бы, конечно, у нас был плохой отчет, здесь было бы сокращение рабочих мест и слабый рост, естественно, они начали бы быстрее договариваться, и вот эти выплаты, которые сейчас необходимы экономике, необходимым потребителям, они бы быстрее появились. Но этого не происходит, перетягивание канатов у нас вот растягивается, и получается время провала в доходах у американцев, которое появилось, так как у нас, если вы помните, повышенные пособия безработицы в 600 долларов, они у нас истекли, получается, неделю назад. Сейчас американцы получают, ну, безработные 200 долларов, там, когда получают пандемические надбавки, да, небольшие, вот тоже большое количество, вот, вот этот провал в доходах, он растягивается, потому что вот, вот, в том числе этот отчет позволяет республиканцам и демократам дольше договариваться. Это, конечно, негативно скажется на экономике США в августе, мы это увидим обязательно в данных, увидим, наверное, в динамике рабочих мест за август. Казалось, вот, что основной удар, основной вот этот негативный шок из-за отмены вот этих программ государственных поддержек, истеканий, точнее, да, истечений, он у нас проявляется в августе. Это нужно иметь в виду. Он проявится, но будет у нас получаться только в августе. Вот. Сейчас же у нас доллар, как я уже сказал, нащупал поддержку, да, вот здесь в районе 92,50 пунктов, сопротивление на уровне 94 пункта. Продолжен он консолидируется в этой зоне. Скорее всего, сохранится вот этот у нас диапазон консолидации, как раз какие-то моменты, как политические силы в США смогут прийти к какому-то консенсусу, смогут, наконец, достичь, выработать условия новой фискальной сделки. А пока мы остаемся в этом диапазоне, и вот базовый сценарий является тест ДТ уровня 94 пункта получается. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Пишите вопрос, давайте, пишите ваш вопрос, комментарии, делитесь мыслями по этому поводу, по поводу того, сможет ли у нас индекс доллара протестировать верхнюю границу, сможет ли он выйти из диапазона, или снова медвежий тренд возьмет свое. Будет интересно услышать ваши мысли по этому поводу. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в среднем.